МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БАЙКИ ПРО БАЙКИ И ПРО БАЙКЕРОВ ОТ АЛЕКСЕЙЧА МОТО-М Доброе время суток! На улице четверг и традиционно в это время начинается программа с участием Алексеевича Алексея Марченко руководителя собственной мотомастерской знаменитой нашей петербургской и сегодня у нас речь пойдет о предмете о котором мы по-моему еще ни разу не говорили тем интереснее и любопытнее выслушать твои версии о том какими бывают эти предметы как их беречь, как их крепить как менять тюнинг и прочее Алексеевич привет во-первых Добрый день! Речь сегодня у нас пойдет о ветровых, лобовых Ветровых! Это в автомобиле лобовое, а у нас ветровое Но в мотоцикле тоже оно в районе лба? В каком-то смысле? В каком-то смысле можно даже и встретиться Ну да, да, да Итак, прошу, давно это вообще пошло на байках? Да я думаю, что сразу Когда мотоцикли стали ездить быстрее, чем пешеход То есть когда сопротивление ветра стало увеличиваться, давить человека в грудь, потом в шею, в голову и во все тела И пока ты ездишь по городу в пробках, то ты о ветровом стекле и не задумываешься Вроде даже особо и не надо Оно даже иногда и мешает, потому что чем меньше тебе загромождает что-то вид, тем лучше ты видишь ситуацию на дорогах и можешь между машин спокойно ездить и видеть все эти бампера их не торчащие, никчемные, красивые, блестящие, чтобы их не поцарапать Вот, и поэтому любое стекло, оно, как бы, естественно, мешает Но как только ты выезжаешь на трассу или даже на кольцевую, ты начинаешь понимать, что так упирается тебе этот воздух в грудь, что руки начинают у тебя вытягиваться, как у обезьяны Все длиннее и длиннее, и ты понимаешь, что... А ехать как-то на большом, красивом, блестящем мотоцикле с нагнувшей головой и смотреть из-под лоби, это как-то некрасиво и нехорошо Вот, поэтому ветровые стекла, они появились Да, то не знаю, и кто придумал, конечно, я не знаю Я думаю, никто не знает Ну и бог с ними Главное, что они есть Вот, мы сейчас поговорим сперва о Харли Дэвидсонах Стеклах ветровых Я думал, ты начнешь с чего-то нашего И всех остались Отечественные Можно и отечественные Но это такая грустная история Я помню, еще отец у меня ездил Это, вы знаете, я не знаю Это или была заводская версия Может специалисты, вот там, беляшок, ретроцикл Он точно знает подробности Но я видел самодельные только Возможно, что на явах ставили щитки Нормальные, ну, может, заводские они были А так это кусок жести Обрамляет фару И к этой жести приклепано или прикручено на винтах Орголит Оргстекло Оргстекло, прозрачное такое стекло И, в общем, это вот ява Так выглядит А на остальных этих советских мотоциклах Ветровое стекло На какой-то конструкции И внизу кусок дермантина Такой полощица Он просто висит Ну, вот фильм Берегись автомобиля Актер Жжонов Ездил на мотоцикле Урал, наверное, да? Вот этом с коляской Который глох все время И у него было огромное такое лобовое стекло Да, и вот снизу Это бывает или металлическое То есть никто раньше из пластика не делал эти штуки Вот Алюминий, потому что он полегче был Тоненький Он там оттеснен был такой Чтобы ребра жесткости были И, в общем, все их ставили Отец дома, помню, гнул оргстекло Потому что согнуть его нельзя Оно лопается И он нагревал в ванную В ванную Значит, опускал это стекло Обжигая руки Значит, и там потихонечку Значит, он его загибал Потом на кусок фанеры Это все с трубцинками прижимал И оно тогда становилось полукруглым Вот он делался Потому что, ну, тогда автомаркетов не было Алиэкспресса не было почему-то И если ты хочешь себе ветровое стекло Прямой путь самому его сделать Вот и все Что многие и делали Да Да, но Сейчас это Давным-давно уже шагнуло На совсем другой уровень Стекла, конечно, делаются Толстые и не из оргстекла А я даже боюсь называть эту формулу Как этот Но Прочное Рассыпающееся в эти Нет Оно не рассыпается Оно, когда ломается Оно не такое острое Почему-то становится Ну, это специально И на нем есть специальное напыление То есть технологии никто не расскажет нам, конечно Но это типа что-то похожее на пленку То есть высокопрочная пленка такая То есть она нанесена И припаяна с двух сторон То есть если ты его протрешь тряпочкой И даже если немножечко будет пыли То стекло у тебя будет все время прозрачное Плюс это напыление Оно имеет еще тонировку И вот у нас есть мастерской веер Вот такой вот Вот такой толщины Разных цветов Этот Ну, пробники, ты имеешь в виду Пробники, да Причем, допустим, завод выпускает То есть верх прозрачный А низ синий, желтый Голубой, зеленый Да, и вот у тебя, значит, мотоцикл зеленый Низ такой зеленый У тебя вверх такой Который закрывает Вот И Как раз мы могли заказывать Любых цветов Вот эти вот Причем ветровые стекла тоже бывают Затонированные Любых цветов Но Самое популярное Это, наверное, вот дымчатый такой И коричневый Ну, и черный Ну, как солнечные очки Они сверху темнее Снизу чуть светлее Это мы только здесь наоборот, видимо, да? Да Вот И По моему опыту Все это полная фигня Ну вот То есть, как бы Я столько покупал себе всяких ветровых стекол Столько экспериментировал Столько их потом перепродавал Что у меня такой опыт По этим ветровым стеклам А что не нравилось в них? Вот ты ставишь стекло Покатался и понял Не подходит По какой причине? Ну, давайте Перескочим на Харли А потом перескочим обратно На все остальные И продолжим вот это предыдущие Значит, у Харли Значит, технология На туринге Ну, то есть, как бы Туринг бывает электричка Мы сейчас Электричка Роуд Кинг Там стритглайд Но мы поговорим Вот о турингах Которые вот С Бэтвином Большие, короче Да, потому что На Роуд Кинге Там обыкновенное Все Оно прозрачное Стекло сверху донизу Вот А уже на электричках На стритглайдах Роуд глайдах У них такая Пластиковая Низ Пластиковая Ответная часть В которой Вставлены все приборы Что на Роуд Глайде Что на Только Компоновки разные И прикручивается На трех винтах Ну, на старых версиях Там на пяти винтах Прикручивается Ну, технология В общем-то простая То есть, ты Бэтвинк немножечко Приоткрываешь Отвинчишь винты Вставляешь У каждого стекла Есть прорезь Под каждый винт Ты, в принципе Даже винты не вытаскиваешь То есть, просовываешь Вставляешь То есть, ты их ослабил Ты их ослабил У тебя появилась щель Там с двух сторон Есть Такая Лента Демпфирующая Типа губочка такая Она там Миллиметр Но без нее Нельзя ставить Если ты купил Новую Какую-то Китайскую морду А там этой штуки нет Надо ее наклеить Иначе стекло Будет протираться И будет крошиться И будет это все Вылазить Не очень красиво Вот И ты вставляешь это И, в общем Ты Не так, как Допустим На Галде Где ты можешь В ручном режиме Сам себе Подобрать Высоту Стекла И не так, как нам На Ямахе Ты нажал на кнопочку Она поднялась вверх Подожди На Голдвинге Это возможно Там все регулируется? Да На Голдвинге Механическим То есть, ты отжал Такое прижимное устройство Руками приподнял Насколько тебе надо И зажал И тебе не надо Покупать каждый раз Новые Стекла То есть, ты одним стеклом Пользуешься Вот На более-менее Уже современных Мотоциклах Ты там на кнопочку Нажал Она опустилась И ты там В каком хочешь Положении Значит Ты присел Там Сгорбился Или там Рюзачок Или откинулся Назад И стекла Все время регулируешь А на Харли Такого шоу Нету Значит Но зато Харли Выпускает Несколько разновидностей То есть Основные Это Самая короткая Не знаю Там 5-6 дюймов Там Какой-то там 12-13 дюймов И там Еще какой-то Сколько-то дюймов И в основном У них Три Идет образца Вот Самая маленькая Средняя И самая Большая Большая Это вот Ты за ним То есть Оно выше твоей головы Если ты метр восемьдесят То Тебя полностью Закрывают Да Вот А если у тебя Посередине Оно как раз Где-то у тебя На уровне глаз То есть Ты смотришь На дорогу Не через стекло И только Когда ты Кочки переезжаешь Только тогда Смотришь Через стекло Вот И маленькая Маленькие Чаще всего Бывают Не прозрачные А оригинальные Бывают черные То есть Просто как Отбойник ветра Да Он такой маленький Вот такой вот Козыречек Там Вот Десять сантиметров Если по нашим Двенадцатым И он так Красиво Смотрится Потрясающе Все Когда видят Это стекло Всегда его Хотят купить И через месяц Его выкидывают У меня Несколько штук Было Просто подаренных И Шикарная вещь Если ты едешь На открытии На закрытии Все видишь Все Камера Все снимает Ничего не мешает Красиво Все Вот Но только Не надо ехать На трассу Это медленно по городу Ты поехал Да Как ты только На этом стекле Выезжаешь У тебя прям В шею задувает Шлем поднимается Над тобой На пять сантиметров И ты едешь Отдельно От шлема Он то есть Задувает Прямо тебе Прямо вот Четко Так а разве Не регулируется Вот струя ветра Не Ну там есть Какие-то Регулировки По бокам Такие крылышки Там снизу Такая тарелка Такая Но Это не помогает Когда у тебя Уже в шею Просто дует ветер И все Ты тогда Думаешь Ну нет Значит Тогда буду брать Повыше Побольше Ну я Слава богу Побольше Стекло Не брал Я Купил В Америке Мотоцикл И путешествовал В Америке Со стеклом Который выше Меня На голову Это наверное Классно Если ты живешь Где-нибудь В Лос-Анджелесе Где дождь идет Один раз в год И то ты В это время У тебя был выходной И ты никуда Не ездил Но когда ты едешь Через Допустим Всю Америку Которая От Нью-Йорка До Майами Где идет дождь Двое-трое суток Ливень То приходилось Ехать Или стоя Или головой Шеей на бок У меня когда затекало С этой стороны Я с этой стороны Когда уставали ноги То есть погоди Большое стекло Через него Ничего не было видно Ты понимаешь Когда на него Попадают капли Так И капли Попадают на визор Так И эти капли Между собой Начинают делать Перевещивание Сеченное такое Движение То есть они И в общем Ты дальше Уже ничего не видишь Ты как Короче Ты как этот Как подводник В мутной воде Слушай А вот эти рассказы Что Набираешь Определенную скорость И капли Сами слетают И визор Вообще Можно поднять Потому что Когда у тебя Указатель 60 миль А сзади Полицейские А ты будешь Капли сдувать Потом С тебя будут Сдувать Твои эти Доллеры Я напомню Алексей Марченко В программе Байки про байки Из Санкт-Петербурга Мы сегодня Говорим о нюансах Особенностях Эксплуатации Выбора Правильного Ветровых Все хочу сказать Лобовых Стекол Больших мотоциклов Мы на данный момент Говорим о Харлее Да Мы сейчас Закончили Оригинальных Стеклах Вот О них можно Часами говорить Ну Во-первых Они толстые Во-вторых На них Значок Есть Харли Дэвидсон В-третьих Их очень Трудно У Контрапупить Потому что Они Ну Они очень Долго Остаются Прозрачными Вот Есть Подожди Еще вопрос Если оно такое большое То на большой скорости У тебя и парусность Большая То есть Это как-то Это съедает Лишние литры Наверняка Чем выше вверх Тем ниже взад А бывает так Что пристроится сзади Чайка большая Или альбатрос И летит в этом В замихрениях воздуха Над байкером Нет Воздушные потоки Некогда было Смотреть Голова трясется От ветра Да Кстати Ну Метров 80 Когда у тебя И вот это Стандартное стекло С которым Продаются мотоциклы И прозрачное Это самое идеальное То есть Я обошел Все эти Стекла И вернулся К оригинальному И вот больше Уже не брежу Не экспериментируешь Не экспериментируешь Да Но есть люди Чуть-чуть выше Чем я И им Вот это длинное Стекло Long Длинновато А это Коротковато Им все равно Куда-то Ветер бьет И им Некомфортно И поэтому Они покупают Длинное Обрезают его Приходят ко мне Нет Они покупают его Для того Чтобы обрезать Потом Когда оно лежит Они начинают Ходить вокруг него Как же обрезать А потом Понимают Что они не понимают Как обрезать И добираются Как-то до меня Вот И говорят А ты знаешь как А я Первый раз Я тоже не знал Но Эксперименты Я люблю В общем Я этих Отпилил Столько Всяких Стекол В общем Там технология Довольно-таки Простая Тебе главное Разметить все С линеечкой Красивенько Потом Это Место Затянуть Хорошей Изолентой Хорошей Именно Не тряпочной Никакой С двух сторон Потому что Когда ты будешь Пилить Чтобы не было Трещин Вот И Все это Подрезаешь Потом В принципе Устанавливаешь Потом Равняешь Это Есть полировочная Машинка На ней Куча Всяких Насадок Они там И абразивные И не абразивные И тряпочные И в общем Это целая у тебя Гора этих штучек Ты значит Там Полукруг Этот Все делаешь Чтобы было Все идеально Потом Все это Полируешь Естественно Все это Делается С этим Со скотчем Потому что Когда Допустим Поролоновые Валики Они там Начинают Они же Немного Сверху И самое главное Не повредить Эту полосочку Потому что Ты часто Очень пользуешься Этой полосочкой Вот И потом уже Изоленточку Аккуратненько Причем Изолента Не должна быть Крепкой Потому что Если ты Охрененную Купишь То вместе С этим Напылением Так все И снимешь И все Пропадет Ветровые Стекла Отбивающие Ветер От мотоцикла Сегодня тема Нашей сегодняшней Передачи Алексеевич Рассказывает О разных Томкостях И нюансах Закончили мы На том Что Для Харли Дэвидсона Для водителей Мотоциклистов Высоких Можно Сделать Обрезание Я так понимаю Стекла 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 Остальное Не для нашей Радиостанции И Ты эту процедуру Делаешь Опять таки Мы о стеклах Да Но Дальше Дальше Заканчиваются Оригинальные стекла И начинаются Неоригинальные Алиэкспресс Нет Это мы потом Мы можем Даже не успеем В этот раз Мы может даже Продолжим эту тему Потому что тема На самом деле Интересная Вот Дальше идут Вот эти вот Знаменитые Американские компании Которые производят Знаменитейшие Офигенские Ветровые стекла С изменением Угла атаки В общем Такое дерьмо Стоит таких денег Что такое изменение Угла атаки Это как Это значит Представляешь Полугруклое стекло Ну наклон Я понимаю Наклоненное А есть стекло Значит С выгибом В обратную сторону Знаешь С выгибом В обратную сторону Ветер как бы от тебя То есть да Оно идет на тебя На тебя На тебя Потом разворачивается И идет от тебя И якобы ветер Должен задуть Значит сюда А потом значит Обойти тебя И вот значит Такой рисунок Вокруг тебя Такой значит Этот шлейф И уходит куда-то туда И попадает прямо В этому Пассажиру Прямо в лицо Но это уже Никого не волнует Да Но все отлично Всем очень нравится Такие стекла Они тоже Многих цветов Разные углы Атаки Разная величина Толщина Там вообще Шикарно Но до того момента Пока ты Не проехался По хреновой дороге Ты начинаешь И пока ты не едешь По городу Когда ты смотришь Через это Все изогнутое стекло То ямы Становятся овальные Продолговатые И загадочной формы Непонятно Ты попадаешь На этот камень Или в эту ямку Попадаешь Непонятно Все такое размытое И кривое И ты так Начинаешь Уже нервничать А я уже Человек в возрасте Мне зачем Это такие нервы Я такие стекла Сразу Снял И продал И когда Клиент Дает там Проехать Чтобы тест драйв То есть ничего не видно А как их продают Тогда Это же опасно Вот Вот Но это все ерунда По сравнению С тем Что делают Китайцы В это стекло Который рассказал Есть только 10-15 сантиметров В которые Плохо видно А уже пониже Чуть лучше видно Но есть китайские стекла В которых вообще Не видно Но на фотографии На алиэкспрессе Оно шикарное Оно Фотография Не ихняя Но когда приезжает Это стекло Ты думаешь Что это Ну как это можно было сделать Как Когда ты берешь стекло И начинаешь смотреть На дом Оно снизу Доверху Дом весь Меняет формы То есть Нету Пятачка Больше сантиметра Которые показывают Реальность Реальную картину То есть Это специально Для людей Которые должны есть Какие-то специальные таблетки И где должно совпадать И сразу все Ровно становится Вот И короче Есть Ну знаете На туринге До софтейла В общем-то Стекла Оригинальные Выпускаются А уже там Ниже Дайны И До Спорстера Их почти нет Оригинальных Ну и не выпускают Их Ты короче Сам где хочешь Покупай Американцы Значит На эти На Дайны Делали такие Пластиковые Такие Ну как типа На туринге Только такие Маленькие Пластиковые Маленькое Стеклышко Делали Делают дорого Но хорошо Ну Все работает Все работает Нормально Там кронштейны Металлические Крепятся Все хорошо Но очень дорого Просто там Под тысячу долларов Ты вот говоришь Работает Что значит Работает Ну значит Все сбивает Руки защищает Грудь защищает У тебя все Все хорошо Слушай Расскажи Но точно такую Хрень делают Китайцы И на фотографии Это выглядит Отлично Я такой думаю Ну очень дорого Ну что-то Стритбоп у меня Там был Восемнадцатого Года Думаю Ну че Мне-то не так Долго надо Ездить на нем Куплю На Алиэкспрессе Только значит Я его Оплачиваю И тут же значит Подъезжает Наш знакомый Говорит Слушай Алексеевич Можешь мне снять Я вот два часа назад Заехал в какую-то мастерскую Поставил Вот точно такое же стекло Просто Сними И выкини Я говорю Блин я только что Себе заказал такое А он говорит Да Отмену Отмену Говорит Нажимай срочно Говорит Можно отменить еще Покупку И я быстренько нажимаю Он говорит Садись Прокатись Это вообще Во-первых Было все прикручено Но Конструкция китайская Она вот так делала Но это хрен с ним Так вот Там как раз было стекло У которого не было Ни одного сантиметра Ровного То есть Ты через него Ничего не видишь Лучше закрасить С баллончика Черным цветом Чтобы уже точно Туда не смотреть Потому что ты смотришь И у тебя сразу Развоение личности И у тебя значит А знаешь Зрение Если когда плохо видит Оно начинает Мозги напрягать И у тебя начинает Усталость такая появляться И такой И тошнотворное Это типа Укачало Слушай А как по логике Вообще Ну ты смотришь Через такой Ты через него Или ты сверх него Смотришь Нет Ну как бы Когда ты едешь По прямой Ты конечно Смотришь Вот проспект Ты по дороге Когда ты едешь По Допустим По М11 Ты смотришь Поверх этого стекла И тебе стекло пофиг И тебе стекло пофиг Ну как только тебе нужно Делать всякие маневры Там припарковаться Там куда-то поставить Тебе приходится Через него смотреть И ничего не сделаешь С этим И поэтому Вот эти наглухо Затонированные стекла Я Дело привычки Люди ездят До сих пор И всем Все это нравится Я просто Делюсь своим опытом И вот он у меня такой Слушай А как правильно Должно работать Лобовое стекло Даже небольшое То есть Через него Должно быть видно Вниз Совсем близко К колесу Ты вот смотришь Как бы вниз Дороги Да В движении Ну если бы Был инспектором По безопасности Движения Не Не ДПСником А вот Знаешь Инспектор по безопасности Человек объяснить Как безопасно ездить И не отбирать права Просто объяснить Я бы сказал Что ни в коем случае Не берите Темные стекла Через них плохо видно Ни в коем случае Не берите Тонкие стекла Потому что На скорости Они складываются То есть Покупаешь Китайское стекло Оно туда даже Не лезет Ты его там Прословочку ставишь Ставишь Потом ускоряешься Так на него смотришь А он такой Раз Раз Такой Загибается Как лист бумаги Это скорость Скорость Действительно Отбивает То есть У тебя Тебе не дует В лицо И вот этот И вот этот Маленький Даже козыречек Он если правильно Установлен Он ветер Рассеивает Да У меня есть Вот такая Стопка книжек 50-х 60-х 70-х годов От отца осталось И там Во многих Книжках Там есть Книжки По ремонту Есть Книжки По движению Причем Очень интересно Написано И там Есть Раздел Про стекла И там Прямо нарисован Мотоциклист И нарисованы Какие На каком уровне Ты делаешь Все стекло Делаешь И что Будет Происходить И там Нарисован Значит Ветер Будет Сюда Заходить Ветер Сюда Будет Заходить Ветер Тебе Не будет То есть При правильном Ветровом Стекле На скорости 60 км в час При среднем Дожде Не при ливне А вот Дождик Ты должен быть Сухой Максимум Если ты Очень широкоплечий То у тебя Должна быть Маленькая Полосочка На плечах Вот И ты На этой скорости Ты в принципе Можешь ехать Весь сухой Ну Если у тебя Есть Конечно На На Коленнике Об этом Мы можем Тоже Поговорить Потому что В советское Время Тоже Коленники Были Алюминиевые Вот И они Были Вот И Но Естественно Если ты на светофоре Остановился И у тебя Что сверху Упадает То значит У тебя Первым делом Мокнут трусы Ну то есть Между ног То есть С бака Слетает Все Еще раз Не понял Ты остановился На светофоре Причем Здесь трусы Вот Потому что Пока ты едешь И ветровое стекло Отбивает Все отбивает У тебя все Отлично Капли не проходят Сквозь воздушный поток Над твоей головой Они Не попадают В тебя Но если ты Остановился На светофоре Или на переезде И идет Дождь Он Льет Все на бак С большого Бака Все скатывается Как раз Тебе между ног А никаких Нету этих Водоотводящих Между Ножи Трубочек Каких-то Надо быть Наверное В штанах Кожаных Непромокаемых В кожаных Вообще Потрясающе Ездить Они Долго Не промокают Минут Тридцать А потом Три дня Сохнут И не снять А тряпочные Сороны Штаны Промокают За 10 минут Но сохнут За полчаса Да Об этом Тоже Как-нибудь Обязательно Сделаем Программу Давай Вернемся Обратно Итак А на Спортбайках На Прочих Моделях Всякие На Спортбайках Там Другая История Во-первых Там Стеклышки Не такие Большие Потому что Там Все равно Едешь В позе Эмбриона И Ты В такой Кокон Превращаешься То есть Стеклышко Маленькое То есть Пока Ездишь По городу Тебе Вообще Плевать Какого Цвета Это стекло И Где Оно Там Где-то Вот Внизу Но Когда Ты Едешь 300 То Ты За него Прячешься И Там В зависимости От того Что В теории Через него Тоже Смотрят Давай Уменьшим В два раза Скорость 150 Я еду Все равно Я уже Выглядываю 150 ты можешь Ехать Спокойно Там Очень трудно Что-то Предпринять Хотя Есть Немножко Удлиненные Стекла Но Там Нету Такой Проблемы То есть Там Тоже Есть Стекла Чуть Подлиннее Чем Стандартные Есть С небольшим Загибчиком Но Конструкция Мотоцикла И посадка Не дает Тебе Смотреть Через Эти Загибы И Она Тебе Вот Эти Загибы Не мешают Да И Вот Кто Любит Ездить Не 300 А 200 И более Менее Комфортно Они Берут Стекла Темненькие Потому что Они покрасивее И с загибчиком И тогда У них Более Менее Просто на спортбайке Далеко ехать Очень тяжело Устаешь Это только по молодости Надо А по молодости Вообще На все Наплевать Давай на этом На сегодня Закончим Поставим галочку Что мы про Стекла Потому что Я почти Ничего не рассказал Да Мы сейчас Я сейчас Тебе помечу О чем мы успели Сказать Или давай Маленькую историю Давай Историю давай Про стекла Значит Озеро Факерзи Мы подходим Слава Басмач Андрюха И я И маленький Причал Деревянный И деревянная Лодка На 10 человек Такая Весельная Но с каким-то Моторчиком И куча Мотоциклов Там Миллион Мотоциклов Стоит И Значит В этот В эту лодку Садятся люди С ветровыми стеклами От Софтейлов И от Руткингов И вот так вот Переди себя Ставят И они сидят Значит в ряд По 5 человек 10 человек Сидит со стеклами Ветровыми При этом они собрались Ехать на остров А они собрались Ехать на остров Где фестиваль Нет Фестиваль вокруг Острова А посередине Вокруг озера А посередине Озера Есть Остров А на острове Есть отель Они едут в отель И я такой стою Не соображаю И говорю Блин Всего 2 весла Неужели они думают Что так сильно Разгонится Этот Паромщик Этот Что нужно Ветровым стеклом Мотоциклетным Защищаться От такого ветра А Слава Говорит Нет Их могут спереть Их могут спереть А стоят Они 500 долларов Я говорю Так мы же Центре Европы Он говорит Так вот Вот Ну Я не точно Передаю Но примерно Такая история Я тогда Первый раз Увидел Что Европа Не так Уже Не такая Уже Ой Алексей Марченко На моторадио В рамках программы Байки про байки Первая серия О Лобовых Ветровых Стеклах Все на этом Спасибо Все Пока Моторадио Представляет